Зимний регби Зимний регби Зимний регби от классического Остальное словно под копирку Дыню надо пронести через всю площадку за лицевую сторону Это и есть результативная попытка Чем больше таких попыток, тем лучше Пас вперед запрещен А вот валить соперника на снег, бороться, хватать за руки ноги, пожалуйста Правила регби специально созданы для того, чтобы в него могли играть все И тяжелые игроки, люди, и быстрые Любой комплекс, и телосложение любого возраста Не дать сопернику разбежаться, поставить ему заслон и отобрать дыню Вот главная задача защищающейся команды На маленькой площадке плотность игроков зашкаливает И здесь не до сантиментов Зазевался ты уже на снегу Поэтому борьбы много, а травм, как и неудивительно, мало Основные травмы, да, и вся опасность исходит от самого человека От его боязни, от его неподготовленности То есть по факту регби даже менее опасный, чем футбол Гонболисты и футболисты, штангисты и борцы, баскетболисты и легкотлеты Регби, в том числе и зимний, всеяден Если у кого-то не получилось на татаме или на беговой дорожке Вполне могут проявить себя в том, чтобы бороться за регбийную дыню А брать команду бегунков или широкоплечих борцов-сумоистов – дело тактики Если команда играет, предпочитает силовой вид игры, то они набирают тяжелых игроков Если команда имеет преимущество за счет скорости, за счет своих быстрых игроков То они, соответственно, таким образом и выстраивают свою игру, свою главную игру Толятинский снаряд выступает на сроссийской арене вот уже 8 лет и проповедует смешанный стиль игры В команде есть и быстрые и ловкие бегуны, а также мощные защитники, что стеной встают на пути соперников Снаряд и стал победителем ульянского турнира Второе место в активе гостей из Чебоксар Хозяева Кубка региональной ассоции национальных и неолимпийских югоспорта Команда «Засечная черта» довольствовалась только бронзой Михаил Сашанский, новости ульянской правды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова